Христос Иисус умер за наши грехи и ждет покаяния, чтобы мы служили Ему и жили с чистой, святой жизнью. Он дает силы на это. У вас такая книга в доме есть? Да, 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 есть. Веришь в Бога? А показать можете? Нет, у меня сейчас, у меня с тобой не разница. Ну так, я знал, что это у бабушки в другой комнате, все так говорят. А бабушка спит, неохота будить. На 200 человек только один показал. Ну, врут. Здравствуйте, дедушка. Слава Иисусу Христу. Я тоже. Мы желаем поделиться с вами великим сокровищем, какое у нас есть в интернете. Вы два слова запишите. Игнатий Лапкин, это я. Я скажу в скайпе. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Ага. Вот. И в скайпе зайдете, если на меня, в скайпе, то вы получите огромные-огромные ресурсы от нас. А вот здесь можете сейчас сразу во свете Библии, в YouTube, зайдите на наш канал. Канал во свете Библии Игнатий Лапкин. Ага. Ну-ка, давайте, посмотрите. Ну, посмотрим. Потому что я сейчас покажу. Так, откроется? Открывается, нет? Ага. У вас какая-то иконка там? Или крестик? Она крестик. Ну-ну. Ну, а сейчас наберите, вот что я сказал-то. Зайдите на наш канал. Да-да. Вот это дело. Это вы в храме брали, да? Ну, да. Ну, вот это не оберег, это вера во Христа. Значит, во свете Библии, Игнатий Лапкин, канал. Написать канал. Ага. А мы вот с другом ходим по воскресеньям в церковь. Хорошо, сейчас пока откройте этот наш фото, YouTube, и увидите, какое сокровище. Да. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Да. Да, вы только это не отключайтесь, хорошо? По телефону. Я сейчас найду. Открылась? Отключи не разу, пап. Отключи не разу, сейчас сейчас в YouTube найду. Как? Во свете Библии. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Канал. Ну и что там, видно? Сейчас напишу. Это очень большой канал. У нас 17 тысяч 300 роликов наших. Ого. 17 тысяч 300 роликов. Да. Я на вас подписываю. Вот. Сколько там подписчиков? Подписчиков? Сейчас посмотрю. Так, 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 так. Подписчиков 4 тысячи. Нет, не 4 тысячи. А тут, а нет, 429 тысяч. Нет. 42 тысячи 900. Ну и 42, да. А просмотров 43 миллиона. Вы тут найдете все буквально. Мы строим деревню православную, где нельзя пить и курить. Вам будет очень интересно там побыть. А вы в каком городе живете? Город Барнолова, Тайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Игнатий Тихонович. Это еврейское имя. А вот его Сергей, Серега. Сергей? Сергей-то это... Сергей, подожди-ка, минутку. Вот видите, это календарь, он все имена показывает. Сергей, он как этот... Так, подожди-ка. Парасота Сергей. Называется не Сергей, а Сергей. Сергей, интересно, а почему, интересно, не дает перевода никакого. Ну, он близко к слову почтенный. Интересно, я почему сразу не ответил, оказывается, они не указали. Я поэтому ничего не мог и запомнить тут. Почтенный. Почтенный, да? Да. Они близкие с Евгением. Ну, тогда, если у вас будет желание, вы зайдете по скайпу, я на остальные ресурсы вам путь покажу. Они огромные и очень полезны, все духовного содержания. Вот если зарядите это же самое, но только не ютуб, а сайт Игнатий Лапкин во свете Библии. И там вы увидите, у меня вышло из печати 38 томов книг, и вы можете ознакомиться с ними. Они очень важны для жизни. Ну, что ли, ну, ладно, я сейчас в интернете, давайте. Да. Ну, все пока, с Богом, прощаемся. Вопросы есть какие-то, может, вопросы есть? Какие у тебя есть вопросы? Вопросы, если есть какие-то, о душе, о вечности, что-то там по-своему такое, можете задать. Может, знаете что-нибудь про гречески? О будущих судьбах мира, что дальше будет происходить? Мы имеем в Библии пророчества, которые раскрыты. Ну, раз ничего нет, все пока. До свидания. До свидания. До свидания с Богом. Основная вещь, что Иисус Христос умер и воскрес, и может простить грехи, чтобы люди покаялись и не делали то, что делают. Тут очень понятно. Понятно, понятно. Ты хороший, без тени. Да. Деда, знаешь? А, ты что, дай, что я тебе сказал? Нам разницы нет, кто перед нами. Мы обязаны, как глашатые, возвести великую правду Божию, что грядет суд Божий. Гречники будут с дьяволом мучиться в озере огненном, бесконечно, где плащ искрежет зубов, а праведники будут в Царстве Небесном, омытые кровью Христовой. Да, деда, ничего себе, ты загрузил меня. Так, если вас что-то интересует больше, вы два слова запомните, я вам скажу, запишите, и через них вы найдете наши ресурсы. Два слова вам надо записать. А какие? Бросьте папиросу-то. Игнатий Лапкин, это я. И в Скайпе вы меня найдете. В Скайпе, я один такой, с этой фамилией и именем. И там я дам все. На наш Ютуб, на сайт, на форум, на Мейл.ру. У нас везде есть большие материалы. Наши. Только в Ютубе у нас 17300 роликов. И 43 миллиона просмотров. Ничего себе. Деда, а что, как тебя найдет, и тому? Игнатий Лапкин, в Скайпе, я один. В Скайпе. Я вам там скину материалы. Не понял, просто связь заикнулась. В Скайпе просто зарядите Игнатий Лапкин, и вам сразу на меня выведут. Я один на весь интернет. В Скайпе, в Скайпе. А если хотите зайти на наш Ютуб, напишите «Во свете Библии» канал, слово «канал» напишите. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну, вот это я. Вы видите. Похожи? Конечно, похожи. Но все равно вас найдем. Вот, если вы зайдете на сайт, а сайт, это через Гугл заходить, сайт «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там 50 книг, моим голосом насчитанные. Вы можете ехать дорогой и слушать Златоуста, Библию, Архипелаг, ГУЛАГ. Там море информации на сайте. Это не на Ютубе, а на сайте. Там 41 книга моя, которая вышла, 38, вышли из печати уже. Да, я там отвечаю студентам в университетах. На 4124 вопроса. Это жизнь, работа, семья, политика, экономика, социология. Вы найдете на нашем сайте. Деда, а вопрос можно? Можно. А сколько это лет вам? 81 год. Город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. О, деда, деда, стой, 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 стой. Барнаул? Да, Алтайский край, Сибирь. Ни хрена себе, деда, а я домой приеду, как я тебя найти могу? По скайпу, скайпу, скайп. Игнатий Лапкин. Перебью. Я просто сам с Алтайского края, но я как бы служу в Приморье. Я вообще как бы Алтайский край до дома. Вы найдете? А где в Приморье? В каком городе? Уссурийск. Уссурийск? Да мы же там были. С миссионерской поездкой. Посетили мы. Господь мне положил это на сердце. Подарить книги. Это 38 томов моих книг. Библиотеки. И мы проехали до Владивостока с Барнаула. А это на пути в Уссурийск. Потом дошли до Лиссабона. Португалию прошли. Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 650 городов. И везде подарил 650 библиотек свои книги на 32 миллиона рублей. Офигеть. Не, не. Просто видишь, деда. Я сам как бы сказал, что из города Барнаула там оживу. Ну вот в Барнауле, если никого нет, даже библиотека имя Шишкова, главное, краевая. Там мои книги. А вообще вас как найти можно там? Ну а меня что? Вот мы сейчас встретились. Вы меня уже нашли. Не, не, не. А вот прямо так. Ну там уже видно будет, вы поговорите. Где найти? Вы просто зайдите по скайпу. Я по скайпу разговариваю. Ну мы записали. Ты записал, да? Я уезжаю иногда, уезжаю. На 4 месяца. Мы строим деревню православную. А что так, если увидеться, будет можно, да? Ну не знаю. Это как Богу угодно. А как бы в самом городе там живут? У нас, который думает в Потеряевке поселиться, он должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Тогда первый разговор. Нет, деда, я в смысле правда в Барнауле живу. Я могу даже паспорт тебе показать. Я сейчас вас спрошу. Где находится Старый базар? Честно, я 3 года как бы дома не был. Вот-вот после... Ну Старый базар вы бы знали где, если бы Барнаульский. А теперь скажите, где площадь мэра города Баварина? Тоже не знаете. Видите как. Стой, 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 стой. Дай паспорт мне. Сейчас, секунду. В смысле в Кителе здесь лежит? Не, 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 не. В Кителе во внутреннем, во внутреннем кармане. Сейчас, деда, секунду. Я вот тебе докажу это сейчас. Да не надо доказывать. Зачем это? Просто... Мы расстанемся по-хорошему. Вас как звать? Звать как? Звать как вас? Меня Ваня звать. Иван, благодать Божия. Название. Это еврейское имя. Очень ценное. Сейчас, стой, деда, секунду. Да, 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 вот там, там, да. Вот, да. Сейчас, подождите. Вот это. Мощность. Ничего не видно. Нету, нету, не видно ничего. Оно трясется, и ничего нету. Ну, Алтайский район Рубцовский. Так вы в Рубцовке были. Ну, вообще-то быть. Это не Барнаул, поэтому вы не знаете. А Рубцовск, это главный преступный город в Алтайском крае. Не-не-не. Ну, что-что нету, нет. На этапах, самые опасные, когда едут, на этапах. Рубцовские. Жулябе одна. Варьё. Да я бы так не сказал. Ну, не надо, я знаю. Я в тюрьмах сидел за Слово Божие, и там больше всего Рубцовские пакости творят. Я за Слово Божие был там. Их очень хорошо знаю. К ней, к Рубцовске подъезжаешь, километра четыре, только свалка идёт. Да, вот. Точно. Так, всё, расстаёмся пока. Расстаёмся. До свидания. Нет Святой Библии у вас, то можно сказать, что вы её и не считали сегодня. Зачем? Затем, чтобы знать путь, куда идти в этой жизни. Что ждёт за загробной жизнью. Эта Библия отвечает на все вопросы, какие могут возникнуть. О настоящем, прошедшем и будущем. А кто её написал? Библию писали святые Божьи человеки, будучи движим Духом Святым. Всего около 40 авторов в течение 1600 лет. Первые книги, пять книг, Моисеем написано. А всего в эти корочки закрещено 77 книг. 50 Ветхий Завет и 27 Новый. Я в Бога не верю, типа. Ну, не верю. В Библии уже сказано было 3000 лет назад. Сказал безумец в сердце своём. Нет Бога. Безумец. И они совратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Я вам цитирую. 3000 лет назад про вас уже было сказано. Сегодня в мире неверующих людей в Бога 8,5%. А количество преступлений, которые в мире совершаются, на них падает 99,9%. Раз не веруешь в Бога, всё, можно. Вот неверующие, за время перестройки в России сделали 120 миллионов абортов. 120 миллионов убийц. Почему аборт-убийцы-то? Только сейчас будем говорить, чтобы не ругались. А то вам будет стыдно завтра. Не ругаемся. Так, за наши грехи умер Христос Спаситель. И мы верим в Него. Он может простить грехи, потому что Он искупил нас. Ни в одной религии этого нету. А Христос, это второй Христос Троицы. Он сошёл с неба. Через Деву Марию воплотился. Я бы мог сказать вам два слова, если запишите. Ключ дать вам к нашим ресурсам. У нас очень большой YouTube, сайт, форум, mail.ru. Ко всему вы можете найти. Запишите два слова. Сейчас. Записываю. Можно говорить? Да, да, да. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. Через скайп вы меня сразу найдёте. Я один с этой фамилией. Один. Игнатий Лапкин. А если сейчас вы зарядите хотя бы на один ресурс на YouTube, напишите канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ладно. Вы сейчас зайдёте на наш канал. Заходите. Прямо сейчас. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сейчас зайдём. Это огромный.